Боуэн 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 вылечил его. Боб помог изменить жизнь Джеймсу. Он избавил его от вредных привычек, помог привлечь аудиторию, поверить в себя и, наконец, найти новую работу. Мой любимый момент из книги, когда Джеймс играл на гитаре около метро, Боб убежал, и все люди, которые слушали музыку Джеймса, помогли ему найти кота. Несколько дней они искали его и в итоге нашли. Он был весь исцарапанный, и они помогли ему. Меня удивило то, как книга может повлиять на жизнь человека. Если у вас что-то не так, то вы можете прочитать эту книгу, и вы научитесь многому, и поймете, что жизнь человека легко изменить и начать все с чистого листа. Однажды Джеймса во время игры на гитаре прогнали с его места, потому что играть на улицах незаконно, и он пошел устроиться на работу раздатчиком журналов. Так как в выходные журнал не работал, ему нужно было заработать достаточное количество денег, чтобы протянуть до выходных. Первое время Джеймс ходил пешком, а Боб ездил в него на плечах. Но вскоре ему подарили старый велосипед и корзинку, в которой мог уместиться Боб. Так они разъезжали по улицам Лондона и продавали журналы. Когда нам все-таки удалось добраться до станции метро, я первым делом поставил рюкзак на тротуар, чтобы Боб мог устроиться на нем со всем возможным комфортом, и принялся выкладывать пачки журналов, купленные накануне у местного координатора Big Issue. Я поставил себе задачу продать по меньшей мере 20 журналов, потому что нам, как обычно, нужны были деньги. Но день, как вы понимаете, не задался. Зловещие свинцовые облака с полудня наползали на Лондон, прежде чем я успел продать хотя бы один номер. Небеса обрушились на землю, и нам с Бобом пришлось искать убежище в нескольких метрах от нашего участка, в проходе между банком и офисным зданием. Боб – кот терпеливый и жизнерадостный, но он ненавидит дождь, особенно если на улице стоит промозглый холод. Пытаясь укрыться от противных капель, он весь съежился и как будто потускнел, словно надеялся, что ливень его не заметит. В результате прохожие почти не обращали на него внимания, и я продал меньше журналов, чем обычно. Поскольку дождь не собирался прекращаться, Боб вскоре дал мне понять, что больше не хочет торчать на улице. Он продолжал недвусмысленно поглядывать на меня, свернувшись в клубок, словно рыжий ежик. Я понял, чего он от меня ждет, но не мог все бросить. Приближались выходные, нужно было заработать достаточно денег, чтобы продолжаться до понедельника. Джеймс Боуэн, уличный кот по имени Боб.